МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите, друзья, значит, на отдыхе в Египте очень часто можно столкнуться, что бармен где-то чем-то занят. Иногда он действительно бывает занят работой полезной, а иногда он может просто потянуть время. В принципе, чтобы исключить вопрос ожидания, ну, собственно говоря, можно это сделать таким вот образом. В общем, нужно дать чаевых, короче, ну, там, к примеру, 1-2 доллара. Но, смотрите, друзья, чаевые, тогда нужно давать именно в руки бармену, вот, а не в стаканчик, тот, который у них стоит для чаевых. Так он вас запомнит и, естественно, будет к вам более расположен и имеется в виду, что, ну, будет вам больше уделять внимания, меньше вы будете стоять ждать его, либо даже вне очереди иногда может вас обслужить. Так что это вот самый такой надежный способ. Ну, а второй способ – это просто тупо ждать. И ничего вы с этим не сделаете. Хоть просите его, хоть не просите бармена. Неважно, за какой вы бар придете. Если вы не дадите чаевых, они будут, ну, тупо себя вести, как бы, тянуть резину и долго все это делать, не спеша, не охотно, иногда еще и даже с таким вот неприятным выражением лица, что вы его напрягаете. То есть, и это не только касается отеля Альбатрос Акваблю 4 звезды, и это касается, в принципе, всех отелей в Шарм-эль-Шейхе, да и не только, ну, то есть в Египте, то есть, ну, вот так вот, ну-то вот. То есть в Турции с этим у меня вопроса вообще не возникало, то есть там всегда они как пчелки, почти во всех отелях, стараются быстренько все сделать, обслужить, улыбнуться. Ну, а в Египте такие они, египтяне. В общем, друзья, смотрите, это такой вот короткий ролик и суть обслуживания египетского. В принципе, это касается, ну, всех баров в данном отеле, ну и не только этого отеля. В общем, напишите в комментариях под этим видео, в каких вы отелях отдыхали и как вы решали такой вот вопрос с персоналом отеля и барах. Ну и не забывайте подписываться на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. До новых встреч, пока-пока!